Здравствуйте! Вы находитесь на канале Акара. С вами я, Александр Воробьев. Сейчас весна, лед начинает таять, и поэтому несколько слов о мерах безопасности. Вот сейчас я нахожусь на льду Выборгского залива. Какие здесь могут быть неприятные сюрпризы? Ну вот за моей спиной протока, размытый лед. Почему это происходит? Это происходит потому, что идет перепад уровня воды на Финском заливе. Ну, наводнения локальные небольшие. Но, тем не менее, когда вода поднимается в одной части залива, она, как сообщающиеся сосуды, начинает распространяться на весь залив и возникает между островами течение. Чем меньше протока и больше остров, тем сильнее течение. Поэтому места между островами, протоки, они всегда самые опасные. Здесь на самом деле хорошо видно, что открытую воду уже, естественно, ну, любой здравомышленный человек близко не подойдет. И сейчас, где я стою, при плюсовой погоде я бы уже не находился. Здесь лед толщиной всего сантиметров 15 уже, и можно на нем безопасно стоять только благодаря ночному заморозку. Сейчас все-таки ночной заморозок был хороший, и лед проморожен, и он держит. Но день простоит оттепель, и легко можно будет здесь провалиться. Вот эти моменты нужно понимать. И если вы плохо знаете водоем, то ходить лучше всего по каким-то натоптанным тропкам, либо, ну, проверяйте просто перед собой буром, если вы подходите к потенциально опасному месту какой-то протоки, либо просто между островами какая-то перемычка, ну, пробурите там пару лунок. Если вы заметите, что лед уже чуть-чуть стал тоньше, то, соответственно, надо быть предельно осторожными и уже просто так не идти. Потому что очень много людей на моих глазах, я видел, как в этих протоках купались, кто первый раз приезжает, смотрит, ну, вроде везде лед. Значит, человек думает, что лед везде и одинаковый. А на самом деле не так, лед всегда разный, и особенно вот весной, по весне все эти места, они становятся наиболее опасными. Вот, поэтому это надо знать, понимать и как бы не проваливаться, чего, в общем-то, я вам всем и желаю.